МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Те, кто?» Я, Роза Чемерис, и сегодня у нас крайне необычный и очень любимый в Приморье гость. Гость, который навряд ли нуждается в представлениях, но тем не менее, Иван Штыль, 12-кратный чемпион мира по гребле на байдарках и каноэ. Иван человек, который известен в первую очередь еще и тем, что принес такую долгожданную олимпийскую медаль на играх в Лондоне в 12-м году. Иван, здравствуйте! Добрый день! Спасибо, что вы в таком своем плотном и очень занятом графике нашли время к нам прийти. Я знаю, что ваш день расписан буквально по минутам. Это так? Да, я считаю, что это правильно. Человек должен быть полностью занят, и на отдых у него должно быть как можно меньше времени. Но это спортивная закалка или уже она стала жизненной? Я думаю, что это от спорта переходящий уже в жизненный опыт такой. То есть также подъем в 6 утра каждое утро? Однозначно. Ну, потому как если ты хочешь сделать дело, оно делается до 12 часов. После этого ты уже собираешь какие-то остатки. Анализируешь его? Ну, можно и так сказать. Поэтому кто рано встает, он Бог подает. Это не просто так сказано. Но вам он подает. Потому что, по моим ощущениям, вы тот спортсмен, который сделал свой вид спорта крайне популярным. Это очень редко бывает, когда именно ассоциация с конкретным человеком и популяризировала вид спорта. Вы согласны с этим? Я бы сказал, что не только я сделал. Нет, но я не предпринимаю. Потому что я все-таки, я лицо, конечно, я главный герой этой рассказа, но все-таки актеров очень много. И людей, которые работают на этот результат, их безумная количество. Команда большая. Я хочу сказать, даже многих я, может быть, и не знаю в лицо. Но они есть, и они помогают, делают большой вклад в это именно развитие и этого вида спорта, и вообще спорта в Приморье. Иван Александрович Штыль. Российский гребец-канаист. Бронзовый призер летних Олимпийских игр в Лондоне. 12-кратный чемпион мира. 9-кратный чемпион Европы. Обладатель Кубка мира. Выступает за Приморский край. Заслуженный мастер спорта. Награжден медалью ордена за заслуги перед Отечеством 2-й степени, почетной грамотой президента Российской Федерации и знаком отличия за заслуги перед Владивостоком 1-й степени. Не могу не спросить про Олимпиаду в Рио летом этого года, про эту дичайшую, на мой взгляд, ситуацию, когда вам было отказано сначала в поездке, потом вас вроде как пригласили в сборную, вы даже поехали в Рио, потом были отозваны. Это ситуация с Андреем Крайтером, такая нездоровая, да, когда, мне кажется, личностные аспекты, они победили общие интересы как сборной, так и страны. В итоге результат достаточно грустный, да, когда человек пришел шестым в финальном заплыве. Это очень грустно, это огорчает, но я хочу спросить о другом. Вот этот прогноз, он был действительно таким крайне неудачным с самого начала? Вы это чувствовали, что так может быть? Ну, сейчас, конечно, можно говорить «да», но я привык говорить фактами. Люди, которые выходят на старт, они не должны, во-первых, бояться, они должны понимать, что они и кто они. Ответственность осознавается в этой ситуации. Да, и в этой ситуации спортсмен, мой оппонент, к сожалению, повелся немного не по-спортивному. То есть за свои 16 лет в спорте я всегда остановился на любые старты и проигрывал, и не боялся проигрывать. Но всегда я доказывал результатом. То есть это первое. Второе, пытался в любой ситуации оставаться человеком. То есть не шел вопреки каких-то там ухищений. Морально-этических аспектов. Ну, это тоже есть, это второе, да. Ну и третье, всегда есть результат. И результат Олимпиады показывает то, что произошло, было ошибкой. Как бы я выступил, это можно если только поменять, я бы выступил, посмотрели. Ну, по крайней мере, мое мнение, что это было просто на личностных отношениях повернуто в эту сторону. Вы в результате проиграли все? Я считаю, да. Может быть, люди, которые принимают решения, сделают выводы и последующие, они будут уже более профессионально относиться к таким видам и опираться хотя бы на двевое мнение. На одно только опираться. Потому что все-таки нужно делать свои выводы именно исходя из этого. Из разных точек зрения. Они односторонне думают. Но вообще в спорте всегда много политики. А в большом спорте много большой политики, да. Это не секрет. Можно вспомнить любые Олимпиады в нашей стране. Олимпиада в 80-е, Олимпиады в Сочи, да. И даже эта Олимпиада, несмотря на все политические подоплеки, она все равно показала, что наш спорт российский, при всех сложных его моментах, он все равно жизнеспособен. Конечно, однозначно. Я хочу спросить о другом. Ведь эта же ситуация сложная. Она же копится годами. Она ведь не раз появляется, да, ни с того, ни с сего. Она копится в результате очень долгих и сложных событий, ситуаций. Если говорить про антидопинговые моменты в этом сезоне складываются у нас в России, то это, конечно же, накопленный багаж ошибок и, я бы сказал, бардака внутри России. То есть, если внутри есть бардак, и просто на этом бардаке иностранцы сыграли свою игру. На самом деле для меня это тяжелая ситуация, потому что я как-то помню, что всегда российский, а до этого советский спорт, он заставлял граждан страны этим гордиться. И это было одно из немногих понятий, что всегда сплачивало население государства в любой сложной ситуации. Помните слезы, да, женщины, когда олимпийский мишка 80 залетал в небо, да. Это забыть невозможно. Эти ситуации, которые, ну, они остаются в памяти людей навсегда. Как вы думаете, спорт вообще объединяет людей? Однозначно. Знаете, есть такое понятие, когда ты побывал в космосе, тебя меняет мировоззрение в полном. И также олимпиада и спорт в целом, он меняет мировоззрение человека к лучшему. Это совсем другой мир. Самое главное, не потеряться в нем и быть в нормальном вот этом обществе людей. И окружать себя достойными людьми. Это очень многое. Поэтому спорт однозначно меняет людей. Но ведь спортсмены, это же совершенно особенная каста людей. Все-таки тот мир, в котором мы живем, он очень сильно отличается от обыденного. Но он более честный. Я не могу сказать честно, он отличается. По-разному отличается. Даже, например, я, в принципе, свободный человек, но в то же время я каждый день отчитываюсь, где я нахожусь. Вот это антидопинговая система. Да, это как раз знаменитая антидопинговая система, благодаря которой каждый спортсмен, который входит в топ спортсменов мира, он обязан отчитываться, проверяться и так далее. Я ежедневно, и вот на протяжении уже пяти лет я состою в этой системе. И сначала было проблематично. Очень проблематично. То есть девушке было не объяснить, почему вы должны отлучиться куда-то там, чтобы пойти проверить. Ну, или почему я не могу находиться там или там. То есть я не имею права находиться без юридического адреса. То есть ночевать, например, я должен. Да. Я не могу, но поехать на остров, да, или в палатку, или выйти в море. То есть это, конечно. Я даже предлагал, может быть, вы нам сделаете какие-то часы или телефоны. Броси это снижение электронное. Да, и мы уже не будем туда. То есть взял, открыл, посмотрел. Ну, да. Не знаю, как дальше получится в этом. Но ведь на самом деле это та система, которая формирует самосознание человека. Вот те большие спортсмены, которыми я имею счастье быть знакомой или там дружить, я потом отмечаю, что они действительно, вы правы сказали, важно найти свое место жизни. Кто-то находит и становится крайне успешным, а кто-то, не найдя это место, ломается. И бывают такие очень трагичные ситуации. Вот недавно, да, был страшный случай с хигистом, который покончил с собой в Челябинске, потому что там были долги, он не нашел себя в новой уже неспортивной жизни. Что может помочь спортивному человеку, человеку легендарному, который добился очень больших успехов, потом войти нормально и спокойно в обычный ритм обычного человека? Семья помогает? Нет, нет, я, ну эта семья, это одно из составляющих. Самое большое, правильное, как бы я бы ответил, это люди. Которые рядом с вами каждый день? Окружение людей, которыми на входе вот этой жизнедеятельности, которые спортивные и неспортивные, ты знакомишься и вокруг себя вот такой костяк собираешь. И потом, после этого, знаете, вот вы говорите про бокс, то же самое, либо мы ударим пальцем, либо колоком. КПД этого удара будет совсем разным. Так же и здесь. Если мы вместе и в большом коллективе, и тем более еще единомышленников, то, конечно же, любые проблемы, они просто сходят. У вас коллектив единомышленников сейчас тоже? Да. Каждый день мы общаемся. Иногда мы не видим друг друга и подолгу, потому что, к сожалению, я не всегда нахожусь на одном месте. Или они находятся где-то. У меня очень много знакомых и людей, и иностранцы также. Конечно. То есть здесь не могу сказать, что я только с россиянами. Конечно. И находишь вот эти единомышленничества и работаешь, трудишься. Сообщаешь вместе. Живешь. Да. Все вместе. И интересно так. Жизнь намного ярче становится и намного многограннее. Вы всегда очень тепло отзываетесь о ваших тренерах. Я могу выделить это, конечно же, мой первый тренер Брал Семен Георгиевич, который дал тот фундамент в моей жизни, даже не в спортивной. Он дал понятие, что есть хорошо, что есть плохо. Это самое важное. Детский тренер должен именно это повествовать и это прививать. То есть он стал таким наставником жизни. Да. Именно построил тот фундамент, на который потом я строил вот эти кирпичики. Следующий мой уже такой, я бы сказал, серьезный тренер, да, это был у нас Капуста Алексей Витальевич. Сначала я с ним работал до 2003 года, потом у нас был перерыв, да, я работал с западными тренерами, которые уже там были, потому что, к сожалению, здесь была обстановка такая, что не способствовало, чтобы тренер мог и выезжать, и вообще. Да, на месте. Да. И вот перед Олимпиадой мы начали в 2012 году опять вместе работать. Вот сейчас у меня другой уже тренер. Вот. Мы с ним были и выступали, он всего лишь на 4 года мне старше. Он мой друг, он мой очень хороший друг, но стал он тренером не поэтому, потому что я ему очень доверяю, я в нем уверен, и человек хочет расти. Это очень важно, потому как если человек, находящийся с тобой, стоит на месте, то и ты останавливаешься. Человек очень молодой, энергичный. Знающий, что нужно вам, молодому спортсмену. Много положительных у него качеств. И, кстати, вот еще есть очень хорошее качество, да, он сначала подумает, потом скажет. И вот Дмитрий Владимирович, да, сейчас мой тренер, он именно идет. Я вижу, как он развивается. И мне, может быть, даже мы стали работать вместе, и у меня больше опыта и больше знаний, но я вижу, что человек каждый день поедает эти знания и развивается сам. Он растет, и вы растете вместе. Да. Может быть, сейчас он уже в каких-то моментах уже выше даже меня. Может быть. Может быть, нет, это тяжело сказать. Это совместное развитие, оно помогает расти обоим, это очень здорово. Вот как раз о совместном развитии, о возвращении будущих поколений, я хочу сказать, что, учитывая ваш такой плотный график, 10 месяцев вы тренируетесь, 2 месяца остаточных там, где-то отдыхаете, но очень много ездите по краю. В большей степени, конечно, я по школам хожу, и мне нравится общаться с ребятами, потому как я с ними так же расту. И глаза горят, когда они сами горят. Я вижу проблемы, которые у них есть. Сейчас вот был в 21-й школе, в 52-й школе на Ямаре, да, и мне одна девушка сказала, как вы посоветуете мне выбрать профессию. И я ей рассказал. И правда, она потом ко мне подошла, мы пообщались, и потому что, может быть, с родителями она не может об этом поговорить. Учителей как бы там другое немножко общение, потому что там... Не все спросишь у учителя. Ну, может быть, не то, что не все спросишь, доверия нет, может быть. Всевозможное же бывает. А тут новый человек, знаете, незнакомому человеку легче рассказать. Это верно. Ну вот, и здесь еще, тем более, может быть, какой-то значимый человек пришел с каким-то багажом, опытом. Который своим примером может показать, что есть те высоты, которые могут быть здесь. То есть я ей посоветовал свое мнение, как бы я сделал. И я надеюсь, что ей это поможет. Что она это воспримет и последует совету. Она это восприняла, и как она выберет или не выберет, это мой совет. Но самое важное, что она услышала это. Но я хочу сказать, что вас слышат, потому что я посмотрела результаты ряда ваших встреч, которые вы проводите, кстати, очень давно уже, да, и в отдаленных уголках края. Действительно, очень большой и живой интерес к ним. И вот тот скепсис, о котором мы говорили, когда власти удивляются, да, может быть, это не он, может быть, за это нужны деньги. Да, к сожалению, он даже... Он сменяется большой благодарностью, кстати. Вот директора школ. Иногда даже просто не верят в это и не хотят. Хотя, в принципе, мой телефон можно найти всегда. Везде, да, вы не скрываетесь. Да, я не скрываюсь, не прячусь, позвонить. Это, кстати, тоже удивляет. Обычно все как-то очень так... В любое место региона я готов приехать. То есть я мобильный человек. Даже если есть какие-то проблемы, мы найдем ресурсы, как туда попасть. Это очень здорово. Я думаю, что люди вам за это благодарны, потому что я вижу эти отклики. Они действительно благодарят вас за это. Это крайне важно. Нам это самим интересно. И мы видим результат потом этого. То есть через какого-то полгода мы видим результат, как люди меняются. А мне вот интересно у вас спросить как раз о том, в вашем детстве, которое, конечно, было очень трудным. Потому что детство юного спортсмена – это не детство. Это детство взрослого человека, который сам себе не принадлежит. Ну да, самостоятельность была очень высоком уровне. Есть какие-то яркие моменты детства, которые вы помните? Вы знаете, жизнь настолько у нас яркая, что она каждый день... Это именно детство? Ну, детство с родителями. Работа в огороде. Да? Помогали по хозяйству? Конечно, однозначно. Я родился в своем доме. И часто, можно сказать, каждый день после школы. А сейчас просят помогать в огороде? Сейчас. Ну, сейчас они уже пенсионеры. И я им уже говорю, что давайте меньше. Мама занимаетесь... Ты решай никого. Мама занимаетесь цветочками, а папа занимаетесь своими какими-то гаражными делами. Чтобы без такого фанатизма. Потому что все-таки здоровье уже не то, и как-то их надо уже беречь. Я в одном из ваших интервью прочитаю интересную мысль о том, что Иван Штыль мечтает в будущем обзавестись с семьей, чтобы у него была красавица, жена и трое детей. Эта мечта до сих пор существует? Конечно, однозначно. Детей также трое в мечте? Может быть, больше. Еще больше? Но не меньше. А меньше бессмысленно. Надо побольше делать. Вот у меня трое. Я иногда думаю, может быть, и не есть смысла поменьше, потому что разрушение. У меня три мальчика. Это же жизненные выложения, которые потом вам как раз... Я знаю. Это крепость, которая позволяет выжить в госпитале. И хочется после себя что-то оставить? Кроме спортивных достижений. Нет, ну вот я имею в виду человека, да. Оставить после истории. Я вот просто иногда вижу семьи, которые там по 6-8 человек. Я иногда думаю, все ваши, да, наши. Это очень здорово. И представляете, и бывают дружные семьи такие, бывают, конечно, какие-то проблемные, да, но в большей массе это такие интересные дружные семьи, которые помогают друг другу. И чем больше такого, тем сильнее и интереснее и ярче страна сама будет становиться. Я тоже так считаю. Очень важно. Спасение России именно в семейной... Конечно. Если мы посмотрим на истоки, помните, надо знать свою историю. Я знаю, что мой прадед, который приехал сюда на Дальний Восток, в 1903 году было 7 человек. Откуда они приехали? Они с Украины. Это было когда полностью переселение. Тогда полностью сделали специальный голод, да, чтобы здесь им раздавали. Много людей сюда приехали. Вы знаете, другие спортсмены этого вида спорта называют вас законодателем мод, потому что вы ввели некие такие модные тенденции в выборе лодки, в расцветке, в выборе оттенков, нанесении каких-то там видов аэрографии, даже блесток. Так у вас есть отдельно розовый цвет, свой, который назван вашей честью, то есть цвет лодки, который называется Штыль, он такой ярко-розовый. Ну, нет, это не ярко-розовый, а это именно блестки, я расскажу эту историю коротко. А, это с напылением блестки. Да, коротко. Это 2009 год был, ну, и я не то что люблю выделяться, я хотел повысить интерес людей к этому виду спорта. Сделать его более зрелищей. Да, чтобы люди, увидев, они удивлялись и заинтересовывались этим. И как это сделать, например, ну, выигрываешь ты, выигрываешь. Понятно, хорошо, но нужно еще немножко краску вводить это. Я стал думать, как же это, и получилось так, что давайте сделаем вот такое серебро. Ну, и получилось розовое с серебром. В 2010 году все-таки сначала, да, ну, что такая за лодка, как у девочки. Не мужская расцветка, да, розовое серебро. Да, да, да. Ну, потом я выиграл в этом 2010 году мир. И после этого поступили, начали заказы, и те же ребята, которые, да, мои соперники говорили, что это ерунда, точно самое начали заказывать. Сейчас у меня следующая лодка, у меня девушки в виде пинапа, очень интересные, и все соперники на старте смотрят на них. Это красиво. И я их отвлекаю этим. Это очень, да, то есть это дает некую фору, да, такую спортивную. Это шутка, но все равно они замечают, они по-другому начинают уже мыслить. И люди, и люди совсем уже по-другому смотрят на тебя и смотрят на этот вид спорта, они заинтересовываются. А вы вообще любите выделяться? Я считаю, что человек должен выделяться. Ну, выделяться в правильном русском, в правильном направлении. Ну, не блестками, да, не внешне, да. Нет, ну, в правильном направлении. У каждого, наверное, может быть правильность своя, но я считаю, что если я выделяюсь, то я в нормальных рамках выделяюсь, так бы я сказал. Нет, ну, как спортсмен вы действительно стоите особняком, и это такая почетная обособленность, потому что она выделяет как раз харизматичных личностей. И вот вы как раз упомянули ярко-розовый цвет. Я хочу сказать, мужчина, любой психолог это скажет, мужчина, который любит и умеет использовать в одежде, в аксессуарах яркие цвета, такие неоновые, алюминисцентные оттенки, он очень уверен в себе. Вы очень уверены в себе? Однозначно. Это спорт? Это общество. То есть все вместе дало такую уверенность? Да, это люди. Люди дают уверенность в себе. Это важно очень. Те, которые в вашей жизни были на разных уровнях отрезков? Есть, да, и были, и я надеюсь, будут. А вот я задам вопрос, который интересует всех девушек в Приморском крае. Ваше сердце занято или свободно? Я считаю, что личная жизнь, она именно то и личная, что быть личностью. Значит, заняты. Естественно, я умолчу. Скажу, как девушка с опытом, как мама троих детей, когда мужчина отвечает, значит, у него есть отношения. У каждого свое мнение. Да, поэтому девушек мы вынуждены разочаровать. Хотя, может быть, поскольку вы не женаты, еще у кого-то есть шансы в будущее. Вы молоды, привлекательны. Я думаю, что все интересное впереди. А вы надежный человек? Вы так спрашиваете. Конечно, я буду говорить, что да. Нет, не каждый скажет, что да. Я хочу сказать, что этот вопрос, он очень сложный. При всей своей простоте, это крайне сложный вопрос. Не каждый человек может о себе сказать правду. Мы все стараемся... Он может обмануть. Он, может быть, себе не может сказать. Да, да. Но я считаю, что я надежный человек, однозначно. Но мне стыдно быть им, не быть им. Стыдно не оправдать то большое доверие, которое оказывается. Я тоже так думаю. Ну, конечно. Потому что, знаете, когда становишься на старт, боишься проиграть и давить на тебя те надежды, которые возлагают тебе большое количество людей. Ты себе уже не принадлежишь в этой ситуации. Да, вот это очень... Вот с этим самое большое справиться. Ты не боишься проиграть кому-то или потерять что-то. Тебе хочется оправдать те надежды, те мечты, которые вкладывают в тебя многие люди. Тем более, когда ты их еще и знаешь, это еще больше на тебя накладывает. Поэтому я бы хотел посоветовать родителям, которые... Ну, вот я очень часто общаюсь с ними, да, и они давят на своих детей. Так вот, я бы хотел, чтобы родители, у которых дети занимаются спортом, либо вообще в любой другой деятельности, чтобы они говорили перед каким-то важным событием своему ребенку очень простые слова. Вне зависимости от результата, какой ты будешь и как ты сдашь там экзамен, либо выиграешь, либо поиграешь в соревнования, ты для нас будешь таким же хорошим, тебя так же любимый и все такое, да. То есть сделать на то, что ты умеешь, и все. А вот как раз про раскрытие личности в разных направлениях. Совсем недавно, практически на этой неделе или на прошлой, вы снялись в клипе приморской певицы Люси. Молодой, которая известна, у которой будет в конце октября концерт. Этот клип будет показан в рамках этого концерта. Это ваш первый такой большой, интересный, можно сказать, кинематографический опыт. Ну, я думаю, не первый и не последний, я надеюсь. Почему? Потому что я знаю, что... Я лично с ней не был знаком, но те знакомые спортсмены, которые с ней знакомы, они хорошо от нее и отзывались. Поэтому я, конечно же, не был против этого действия. Я надеюсь, что... Какова была ваша роль в клипе? Ну, я думаю, вы все увидите это, поэтому не буду раскрывать. То есть вы не были героем, предметом грез и мечтаний, нет? Нет, нет, там совсем все по-другому. Более человечная, обычная песня. Песня о городе, песня о городе, понимаете, когда я даже думал соглашаться, нет, я в первую очередь спросил, что за песня. Я ее прослушал, эта песня... Называется город, она в Владивостоке, да. О городе, да, и поэтому, честно говоря, мне саму даже и приятно, что я ухожу в небольшую маленькую историю этого города. В конце нашей программы мы задаем каждому нашему любимому герою один и тот же вопрос. Как стать тем, кто его? Как добиться успеха в жизни? Не бояться трудностей. Не бояться трудностей? И оставаться в любой ситуации человеком, стремиться к этому. Любить ближнего и быть позитивным. Потому что позитив – это тот момент, который расслабляет человека. Невозможно все время быть в напряжении. Нужно уметь и расслаблять. Это даже с других напряжений в итоге оставляет человека в одиночестве. Мой первый тренер так и сказал, учитесь расслаблению. Почему дети маленькие практически не устают? Они бегают, 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 хоп, и выспались. Потому что они именно расслабляются, напрягаются, расслабляются. И вот так же в этой гармонии, конечно, хорошо бы найти себя. В расслаблении и в напряжении. Я поняла. Мы все будем стремиться к гармонии. Потому что глядя на вас и на ваш пример, это действительно получается. Наша программа вас очень благодарит за то, что вы нашли время прийти. И я хочу вам подарить книгу. Я думаю, бессмысленно дарить вам было фотографии. У вас их энное количество, я проверила. Дарить не нужно. Я хочу вам подарить книгу нашей российской известной писательницы Людмилы Петрушевской. С интересным названием, которое взятое у Шекспира. «Жизнь – это театр». Я думаю, это хорошо иллюстрирует ту ситуацию с Олимпиадой в Рио, которая произошла в вашей жизни. Это действительно была некая театральная ситуация. Но сама книга, она о другом. Она о жизни, как о театре, где человек проявляется в лучших его проявлениях. Поэтому читательный здоровья… На перелетах и на сборах. Программа и канал с удовольствием вам эту книгу дарит. Спасибо. Спасибо, что пришли. Желаю вам дальнейших успехов во всех ваших начинаниях. Хорошо, я прочитаю вам, потом расскажу. С удовольствием буду ждать. Я думаю, вам понравится, потому что Петрушевская действительно гениальная писательница. Ну, а я напоминаю, что нашим гостем сегодня был Иван Штыль, 19-кратный чемпион мира, гордость приморского спорта. Это просто человек, которого любят все. Спасибо, что были с нами. До свидания. До новых встреч. Благодарим за помощь в организации съемок «Ресторан Свой ФТ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова